Стою я, друзья, рядом с незрачным надвид-особняком Нарышкина, где недавно во дворе во флигеле был обнаружен самый крупный клад в отечественной истории. А его хозяева прожили в эмиграции во Франции долгую жизнь, почти по 90 лет. Так вот, я и думаю, так почему же они не объявились и не попытались узнать о судьбе клада? Или же они решили, что он навсегда останется тайной фамильного особняка, особняка Нарышкиных. И находится он по адресу улицы Чайковского, 29, рядом с метро Чернышевское. Особняк принадлежал чиновнику Министерства иностранных дел Василию Львовичу Нарышкину. В доме устраивались роскошные балы, и вот эта дивная лестница вела во внутренний флигель. За счет флигелей дом казался большим и с богатым убранством. Но к началу 20 века хозяин скончался, и в доме жили его взрослые дети. После революции здесь находились различные ведомства, школа рисования. В 21 веке решено было разместить Международный центр сохранения культурного наследия, и фирма приступила к ремонту. И во флигеле он желтого цвета во дворе был обнаружен клад. Огромный, более 2000 единиц ценностей столового фамильного серебра рода Нарышкиных. Этот клад был бережно завернут в газеты за июль и сентябрь 1917 года. В расселенных коммунальных квартирах работники ломали перекрытие, и между вторым и третьим этажом обнаружили скрытую от глаз комнату. Маленькую, 6 квадратных метров, и высотой не более 2 метров, и она была полностью набита мешками с посудой. И работники решили ночью, под видом мусора, вывозить эти мешки с ценностями и сдавать ювелирам антикварной лавки. Однако охранники предотвратили преступление века. Комнату опечатали, и позже специалисты приступили к работе. Находка стала сенсацией. Клад назвали петербургской троей. Вся посуда была обработана уксусом, и поэтому сохранилась в прекрасном виде. Говорили, хоть прямо ставь на стол. Это и коллекция самоваров серебряных, и позолоченных. Прекрасно сохранились пришонницы. Супницы. Различные столовые наборы. Серебряные, позолоченные. Бульонницы. Набор различен. Поражают красотой серебряные канделябры. И везде герб Нарышкиных. И, конечно же, особый парадный столовый сервиз в русском стиле Игнатия Сазикова. На большой чаше выгравировано. Загорелась душа до винного ковша. А на каждой чарке написано «Пей за столом», а не «Пей за столбом». «Пей до дела, разумей». Или «Доброе братство лучше богатства». И злое семя крапива. Не сварить из него пиво. Вот на последней чарке вы видите «Не сварить из него пиво». Прекрасная сохранность этого набора. Помимо столового серебра в мешках имелись ордена. По ним и узнали точно, кто же занимался такой тщательной и бережной упаковкой. Это была дочь Нарышкина Наталья Васильевна и ее муж Сергей Сергеевич Сомов. Поручик лейб-гвардии гусарского полка. На снимке он второй справа. В Петрограде время было неспокойное. И война шла. Тут и временное правительство, и большевики, и эсеры. Начинались перебои с продовольствием. Грабежи, стрельба на улице. И можно было ожидать, что ворвутся в дом. И молодая семья бережно все прячет. И замуровывают вход в комнату. И по боевым орденам Сомова, и по значку Натальи Нарышкиной, значок «Содействие частным милосердным сестрам», удалось узнать хозяев клада. И сегодня коллекция клада рода Нарышкиных находится в музее Царского села и в Константиновском дворце в Стрельне. Объявились во Франции наследницы две сестры Нарышкиных. Однако по закону им не положена компенсация. А семья Сомовых-Нарышкиных прожила долгую жизнь во Франции. Они продолжали любить свою родину, были членами русского общества. На фотографиях они слева кружочками обведены. Сам Сомов, рядом его сестра и ниже Наталья Нарышкина. И не удалось им узнать, что девять лет назад в их фамильном особняке найден тщательно ими упакованный клад. Все уцелело, и каждый экземпляр теперь радует своей красотой на выставках. А я вот размышляю, какие же испытания выпали на нашу родину, и сколько еще семей спасало себя убегает войны, и сколько своих фамильных ценностей они оставили в таких замурованных комнатках. Ведь в центре Петербурга таких особнячков очень много. Пишите комментарии, ставьте лайки. До скорой встречи!